добрый вечер еще раз рада всех приветствовать сегодня в теплый денек и мы сегодня с вами поговорим о сервисах которые позволяют квесты для тех кто впервые знакомится с этим форматом я немножко буквально пару слайдов прокомментирую что это за жанр что он требует как его можно использовать школе в библиотеке ну а потом уже непосредственно к самим онлайн-сервисом перейдем как всегда в чате будут появляться ссылки вы можете по ним переходить знакомиться с заданиями это для иллюстрации моего рассказа исключительно если какую-то суку вы неожиданно потеряете и захотите к ней вернуться они все собраны внутри презентации поэтому презентацию лучше скачать и оставить себе на память вдруг пригодится и так вообще понятие квест это один из жанров компьютерной игры если уж на то пошло вот именно из компьютерной игры к нам и пришел этот жанр по сути это такая интерактивная история с главным героем которым управляет игрок ну и важнейшими элементами такой игры собственно обследование мира выполнение каких-то миссий задач добывание каких-то артефактов и все это для какой-либо цели найти сокровища победить злодея и тому подобное вот со временем из компьютерной графики этот термин перекочевал и в реальную жизнь и стали квесты проводиться и в живую и в интернет среде не только как компьютерная игра но и как познавательное или развлекательное некое игровое действие на одного игрока на нескольких на команду которые помогают проверить знания ну и просто приятно провести время как альтернатива традиционным викторинам и различным другим вот таким вот вопросно ответным формам работы и так если говорить о живых квестах которые будут в реальности проводятся вот такая вот есть классификация может быть вам будет это интересно но например какие бывают квесты например бывают квесты по принципу escape room или выберись из комнаты возможно вы играли в такие квесты или детей своих водили на такие мероприятия в общем необходимо за определенное количество времени выбраться из комнаты найти подсказки ответить на вопросы выполнить задание и подобрать шифр от двери допустим таким образом далее живой квест это вот то что чаще всего проводится библиотеках и в школах здесь уже не нужно искать выход иногда это называют еще игрой-бродилкой игрой по станциям игроки может быть какой-то сценарию этой игры а может быть и нет просто смысл переходим от одной станции к другой выполняем какие-то задания викторины может быть там еще какие-то творческие конкурсы задача либо собрать ключевые слова либо какое-то количество баллов набрать убеждает команда или игрок который с этим заданием лучше всех справиться такой вариант есть еще вариант перформанса это разновидность живого квеста но уже с театрализацией то есть там на станциях не просто стоят какие-то ведущие а у нас есть актеры какие-то герои там избушка бабы яги там не знаю сокровищницы кощей бессмертного куда попадают персонажи и они уже загадывают задачки задают вопросы и тому подобное как правило в детских библиотеках это очень востребованная форма работы экшен игра это спортивный квест все то же самое тоже какие-то этапы какие-то задания но уже больше ориентация на спорт на движение это в основном на улице все происходит на открытом пространстве но есть еще морфеус квест это когда игра происходит воображение то есть нам не нужно выходить из комнаты находимся в одном помещении игрокам завязывают глаза и вся игра происходит в их воображении здесь тоже присутствуют актеры ведущие и создают такую таинственную атмосферу в которой игрокам тоже нужно выполнять какие-то задания отвечать на какие-то вопросы в общем как-то реагировать появились еще и веб-квесты которые все эти задания попытались отобразить в сети интернет ну не спортивные а вот интеллектуальные если заглянуть в разные умные энциклопедии то мы прочитаем что веб-квест понимают по-разному и на такое более узкое определение это то что это проблемное задание с элементами ролевой игры для выполнения которого можно использовать ресурсы сети интернет в более широком плане это игра которая создает нескольких этапов и размещена в сети интернет с помощью разных онлайн сервисов вот мы посмотрим и первое определение второе как их можно реализовать собственно в сети интернет квесты к тому же бывают и к долгосрочные краткосрочные самый простой вариант это конечно краткосрочный квест от нескольких часов от одного а может быть нескольких минут то нескольких дней и долгосрочные квесты которые могут тянуться и несколько недель и несколько месяцев может быть даже год но это наверное уже максимальное количество здесь уже задание как вы понимаете будет не просто по отвечать на вопросы викторина какие-то более творческие были энергозатратные задачи будут стоять но начнем мы с краткосрочных квестов о них и будем говорить если говорить о том как используют квесты в школе и библиотеке то в школе их можно использовать не только как развлечение на новый год ну и как элемент проектной деятельности давать какие-то исследовательские задания школьникам познавательные задачи ставить библиотеки это больше альтернатива играм и викторинам традиционно более такой развлекательный характер как хотя элемент познавательности здесь тоже никто не отнимал по ходу истории участники могут узнавать какие-то новые для себя интересные факты и так если мы решили создать веб квест в жанре минимализма то что от нас нужно во первых нам нужны какие-то задания которые игроки будут открывать и которые они будут выполнять желательно чтобы они все были разные не просто три викторины подряд допустим одна викторина вторая ну не знаю кроссворд третья может быть там собери пару ну вот разнообразные задания дальше суть игры игрок открывает задания выполняет их естественно и на выходе он может либо получать баллы за правильно выполненные задания либо ключевые слова может быть даже ключевые буквы из которых потом будет собирать слова ну и побеждает тот кто наберет больше количество баллов соберет все слова составит слово тут у нас и победитель вот как правило такой сценарий используется для создания простых квестов что касается онлайн сервисов сервисы нам уже всем хорошо знакомы особенно кто не первый раз приходит на вебинары наверняка о многих из них вы слышали я не их рассказывала я вам просто сегодня напомню вкратце о таких сервисах ссылочки вам покажу и расскажу как с ними работать в общих чертах что касается обучалок по каждому сервису конечно они будут на последнем слайде вы увидите все обучалки тому же более подробно все описано итак начнем мы с очень простого сервиса на русском языке называется он интеракте в апреле месяце я как раз о нем рассказывал на одном из вебинаров очень подробно очень хороший инструмент в том числе у него есть шаблон который называется поиск сокровищ перед нами вот такой вот игровое поле у меня в данном случае 9 вопросов по книге это квест открываем все вопросы отвечаем на них списываем ответ в поле и если вписанный ответ верный то открывается часть карты вот задача игроков собрать карту на карте вы можете написать ключевое слово в общем вы может туда вставить любую картинку которую открывать можно можно ключевое слово можно какую-нибудь шифрограмму которую нужно будет разгадать еще дополнительно у меня просто карта из книги жюля верно все здесь очень просто этой карте вы можете нарисовать место где спрятано сокровище например но тут как ваш фантазия подскажет итак как это все работает выбираем шаблон который называется поиск сокровищ конструктор состоит из трех элементов начале мы разрабатываем игровое поле сколько будет квестов каждая вот такая задачка она будет называться квест ну вот соответственно 9 задач у меня здесь 9 это максимальное число их может быть 6 их может быть 4 вот выбираем размер каждого игрового поля квадратная прямоугольная либо вертикальная ну и как будет кнопка располагаться вы можете все вопросы подписать чтобы там был написан номер можно не оставить это все как есть далее переходим в раздел квесты здесь мы обычные задания вписываем здесь очень все просто вопрос и правильный ответ в поле квест вписываем вопрос вот крышки на 1 а в поле секретный код вписываем то что должен написать игрок вот здесь принимаются и слова написаны с большой буквы с маленькой вот поэтому допустим если там фамилию писателя кто-то напишет с маленькой буквы он тоже засчитает этот сервис дополнительно мы можем прикрепить картинку каждому квесту через кнопочку загрузить и собственно говоря перейти к следующему они все здесь у нас пронумерованные находятся с левой стороны так мы заполняем все сколько квестов мы выбрали в данном случае девять и переходим уже к третьей части карта сокровищ сюда мы загружаем картинку через кнопку изменить который откроется в случае правильного ответа я уже сказала что картинки любые на ваше усмотрение заранее подготовленные карты разные шифрограммы просто картинки все что захотите вписываем сюда как какой-то заголовок и описание ну допустим поздравляем вы успешно справились с квестом вот ваша карта на ней отмечено сокровище ну что-то вроде этого и нажимаем на кнопочку сохранить собственно квест таким образом можно создать буквально за полчаса далее у нас есть ссылочка у нас есть код мы можем встроить на сайт библиотеки например либо можем поделиться ссылкой в социальных сетях и все замечательно можно играть вы получаете статистику в личном кабинете сможете посмотреть сколько игроков у вас ответила количество участников если это нужно то здесь предоставляется вот такая статистика далее давайте еще посмотрим варианты сервис джойте к тоже о нем я рассказывала несколько раз давайте я вам напомню это очень хороший отечественный сервис для создания разных интерактивных упражнений в том числе шаблончик называется выйди из комнаты веб-квест здесь в чем суть игры вы получаете оказываетесь в какой-то локации ну вот первая ссылка это у меня квест по информационным технологиям это уже не моя работа а вторая ссылка моя которая сейчас на экране про котиков там надо отгадывать героев литературных произведений до статистика общая есть статистика только в общем сколько участников открыли этот квест и прошли его до конца то есть будет количество открывших и прошедших до конца две циферки индивидуальной статистики не будет потому что это одно большое общее задание такая история ну давайте смотреть теперь на этот квест задача двигать предметы щелкать по разным предметам здесь что-то подсказывает уже логика локации допустим если сидит кошка есть миска и стоит кошачий корм то наверное нужно наполнить миску чтобы кошка слезла с дивана и вот здесь под кошкой спрятано задание она выглядывает точно так же можно открывать шторки щелкать по вот этим картинкам открывать ящики и тому подобное задача найти задание и правильно на них ответить это вопросы либо открытые либо с выбором ответа задача как только мы ответим правильно на все вопросы дверь автоматически откроется вот поэтому и здесь история как можно быстрее выйти из комнаты escape room как это работает во первых мы выбираем локацию локации здесь около 20 бесплатных остальные платные вы можете подключить платный тариф и получить полный доступ ко всем комнатам каждая комната помечена значком самые простые локации из трех заданий например они зелененькие посложнее желтые самые сложные локации до 8 заданий они выполнены в с красным огоньком рядышком и сами подсказки спрятаны просто допустим в комнате зеленым сигналом все найти очень просто а вот с красным еще плюс поломать голову поискать эти подсказки далее после того как мы выбрали локацию мы выполнены заполняем все задания они здесь пронумерованы допустим для локации из четырех заданий и я каждой ссылку по заданию и выбираем вариант какой мне нравится либо это будет открытый вопрос когда нужно будет вписать правильный вариант либо это вопрос с выбором одного или нескольких вариантов я выбираю и заполняю вот такое поле ну например я выбрала одиночный выбор вот у меня как называется сказка маршака про кошку три варианта ответа нужно отметить верный обязательно ну и дополнительно можно загрузить картинку и так мы каждое из заданий заполняем на выходе мы прописываем какую-то обратную связь которую участник получит как только выйдет из квеста поздравляем ты правильно ответил молодец что-то вроде этого и далее после того как мы заполним это все нажимаем на вот эту зеленую кнопку переходим к настройкам настройки здесь в основном платные из бесплатных вы можете запросить у участников их представиться скажем так адреса электронной почты или фамилию имя для чего это нужно а это нужно для статистики например если вам очень срочно надо подсчитать сколько участников поиграла а желательно кто конкретно поименно то тогда нам нужно в настройках установить чтобы перед началом игры сервис запрашивал участников например фамилию имя или адрес электронной почты собирать тогда в личном кабинете вы сможете более подробно посмотреть если вас это не интересует вы просто хотите посмотреть общее количество игроков то можно эту галочку не ставить вот как у меня в данном случае просто игра без каких-то дополнительных изменений на выходе мы получаем ссылку и можем делиться ей с игроками с участниками в социальных сетях публиковаться вот такая классическая игра выйти из комнаты еще из простого что еще есть но нам тоже очень хорошо знаком сервис learning apps который позволяет создавать разные интерактивные задания там более 19 шаблонов внутри этого сервиса который позволяет создавать кроссворды игры викторины разные модификации игр ну вот парочка ссылок в чат отправляю первая ссылка это квест закрытый если вы по ней перейдете то увидите что там открыто только первое задание чтобы перейти к следующим нужно сделать первое то есть там жесткий порядок вторая ссылка это моя которая сейчас на экране здесь открыты все и три этапа и можно начинать с любого как с какого захотите хоть середины хоть с конца хоть сначала в чем суть игры нужно выполнить задание например ответить на вопросы викторины решить кроссворд а если вы сделаете все верно получите ключевое слово задача собрать все три ключевых слова в общем все ответить правильно и тогда на выходе ну по крайней мере в моем квесте появится форма для обратной связи куда вы можете эти ключевые слова вписать и отправить организатору то есть мне ну а я уже посмотрю как это выполнено задание он такая история как это создается ну во первых сюда можно вставлять только задания созданные внутри самого learning apps более того их нужно сделать заранее то есть вам нужно придумать три ну четыре сколько хотите этапов в общем если три этапа три игры конструируем заранее и форме обратной связи вот этот конструктор мы сделали игру обязательно заполняем вот этот раздел обратная связь сюда мы вписываем какую-то поздравлялку и обязательно само ключевое слово вот она я его сюда вписала и сохраняем это упражнение в своем личном кабинете если у есть уже готовое задание в самом сервисе ленин абса тут очень много заданий уже создано другими игроками другими создателями и вдруг она вам очень понравилось вы можете сохранить его в себе в личный кабинет но мне например понравилась вот эта викторина про рассказки я могу эту викторину сохранить в своем личном кабинете вот эта кнопочка внизу и тоже отредактировать то есть вписать туда ключевое слово в конце и включить в свой веб-квест то есть вы можете создавать задание только из своих заданий игру но и заданий других участников внутри самого сервиса вот после того как мы эти 3-4 игр у себя сохранили вписали в них ключевые слова дальше мы собираем это на одной доске для этого нажимаем на кнопку создать коллекцию здесь эта доска называется коллекции для коллекции мы можем загрузить какую-то фоновую картинку по умолчанию она будет вот такая вот фиолетовая как я показала на предыдущем слайде ну и дальше вписываем конечно название нашего квеста обязательно а дальше нажимаем на кнопку добавить упражнение откроется личный кабинет откуда мы можем сразу все задания сюда вставить вот так они у меня вставились их можно поменять местами если мне захочется более того здесь есть кнопочка т это описание каждому из задачи чтобы они не просто вот так стояли безымянными только с названиями а мы можем дополнительно описать каждый этап квеста допустим ну хотя бы здесь написать что это этап номер один и нужно решить кроссворд далее здесь напишем этап номер два нужно разгадать загадку здесь этап номер три ответьте на опросы викторин ну так игрокам будет более понятно что от них требуется таких упражнений вы можете сюда добавить неограниченное количество сколько посчитаете нужно если вы хотите чтобы все задания решались только в определенном порядке вы можете выставить галочку разблокировать по очереди то есть следующее задание откроется пока не выполнится предыдущие если такая история нужна то ставим галку далее грузим свою фоновую картинку для красоты далее описываем задачу квеста еще раз чтобы участники поняли что от них требуется эта картинка этот текстик будет всплывать как только откроется ссылка ну и в качестве обратной связи это хорошая тоже опция что здесь можно сделать если вы хотите чтобы участники прислали вам ключевые слова которые они собрали вы можете здесь оставить свои координаты например адрес электронной почты на который вам нужно выслать ключевые слова либо ссылку на google форму например на форму обратной связи где участники впишут слова и отправят вам их ссылка будет активная то есть вот будет вот прямо вот ваша ссылка и на нее прям можно отсюда нажать открытие и отправить вам все что вы посчитаете необходимо вот у меня в веб-квесте там зашифрована форма обратной связи до конца его пройдет то там будет ссылка на google форм вот обязательно сохраняем это все получаем ссылку получаем код все это можно встроить на сайты в блоге и в социальных сетях можно делиться так что вот такая очень полезная штука есть у learning apps еще такая есть настройка я не стала уже про нее отдельно слайд делать это настройка для регистрации вы можете тоже включитесь регистрацию для участников если вы хотите отслеживать и их активность кто сколько заданий решил если это нужно здесь есть опция включить регистрацию участники тогда будут писать свою фамилию это не значит что они здесь зарегистрированы это просто регистрация внутри этого квеста вот это регистрация держится всего год через год все это обнуляется исчезает далее а если мы не хотим только из ленин apps делать а если мы хотим вот у нас есть сервису туба например тоже хороший сервис это тоже есть поле с обратной связью например и мы хотим оттуда добавить игру а может быть еще из какого-нибудь сервиса и джене или например ну в общем врядов то может быть много давайте тогда попробуем вот такой вариант есть сервис падлет ну тоже о нем говорила неоднократно это сервис для создания виртуальной доски и что никто и никто нам не мешает на этой доске разместить разные задания вот здесь например есть игра из сервиса h5p есть из сервиса удоба есть ребус есть какой-то qr-код который нужен разгадать вот здесь форма обратной связи то есть участники отвечают на 6 заданий и ответы высылаю через google форм и все в одном месте собрано на одной доске давайте посмотрим как это все создается создается очень просто ну во первых падлет на русском языке и вы можете сразу выбрать формат в котором вы будете создавать вашу доску обычно это вот стена самый простой вариант вы можете оформить по-красивому например колонками если вас много заданий виде ленты раскатровки можно вообще по принципу хронологии создать вот у меня там вторая ссылка по моему моя личная да я дам из сервиса утопа задание сделала порядку по хронологии виде вот такого шаблончика в общем выбираем любой шаблон загружаем свою картинку в качестве фона если хотим ну и дальше щелкаем в любом месте нашей доски и выбираем что мы хотим добавить на доску можно добавить все что угодно и картинки и видео и гифы но нас интересуют задания да поэтому они добавляются через ссылку все очень просто нам нужна ссылка допустим у нас есть игра в сервисе удоба вставляем сюда ссылку нажимаем enter она у нас отображается на доске и так по любое количество можем добавить заданий по доске их можем передвигать переставлять в нужном порядке дополнительно здесь есть возможность писать и вы можете каждый этап еще и подписать красиво на доске чтобы было понятно что это квест сохраняем получаем ссылку получаем код можно делиться единственное ограничение у пэт лет это то что можно создать только три бесплатных доски но если больше тоже за деньги либо если у вас не актуален уже квест вы можете его удалить и создать на его месте новый например такое тоже возможно но так в общем здесь все очень просто более того здесь есть возможность приглашать соавторов для работы вы можете коллективом собраться и квест придумать такой еще один сервис сегодня у нас все старые знакомые сервис джениали тоже хороший сервис тоже на английском языке здесь уже будет немножко посложнее если совсем сложно то можно использовать google переводчик здесь я напомню что это сервис для создания игр викторин разных интерактивностей плакатов например интерактивных презентаций вот в том числе здесь есть раздел геймификация внутри этой геймификации есть такая замечательная рубрика escape games это и есть шаблоны для создания квестов они здесь уже вот эти шаблоны внутри них уже все настроено то есть наша задача только вписать свои собственные задания поменять картинки изменить текст давайте я вам покажу парочку примерчиков и их прокомментирую как видите шаблонов здесь много они все очень разные поэтому тут отдельно про каждый я бы на если бы начала рассказывать это бы растянулось часа на два поэтому я выбрала три примера все остальные в принципе на них похожи давайте посмотрим как это реализуется первая ссылка первый пример у меня вот такой это квест рождественский под новый год или новогодний кому как нравится состоит он из четырех этапов это как он в итоге может выглядеть а так в шаблоне все будет подписано английском языке наша задача стереть английские надписи написать свои вот а так у игроки по очереди нажимают на шарики открывают этапы и в конце концов должны дойти до финиша вот здесь у нас все игры по порядку то есть нельзя сразу начать с конца то есть пока с первым не разберешься этапом на остальные тебя не пустят все здесь очень хорошо настроена изнутри а если заглянуть в начинку то выглядит она вот так сама игра построена как powerpoint презентация по сути здесь есть слайды мы просто щелкаем по слайдам и меняем их содержимое то есть вписываем название квеста на первом этапе на втором прописываем этапы а дальше уже все сервис подумал за нас уже есть готовые как викторины игры нам остается только убирать то что здесь не нужно и вписывать свое ну рон анса понятно это неправильный ответ а райт соответственно правильный здесь уже хорошо все продумано в случае если нажимаем на неправильный ответ открывается анимация что вы не правы и возврат назад если правильно то переходим к следующему вопрос ну и вот так тут сколько у нас достаточно много этапов четыре этапа вот эта миссия 1 из четырех вопросов дальше будет миссия 2 и 3 и 4 и так далее вот так что благодаря таким шаблонам работы становится намного проще другой вариант вторая ссылка которую я мужа отправила это вот такой квест это больше подходит конечно для искусства но здесь у нас музей книг из которого злоумышленники украли книги книги у нас вот здесь в рамочках висели задача правильно ответить на вопросы и тогда книжки появятся на своих местах ну что у нас здесь все то же самое здесь несколько этапов есть и вот выглядит как например один из этапов нужно выбрать правильный ответ из нескольких здесь такое уже более строгое оформление такой пуля академическая а собственно внутри все выглядит ну как презентация тоже стартовая страничка дальше здесь план комнат то есть это по сути этапы вот все здесь пронумеровано все папа не понятно комната 123 главное по моему там где-то еще выход из этого лабиринта ну и так вот переходя от этапа к этапу решая все задачки мы собираем квест опять-таки стираем все что здесь по-английски написано вписываем свое содержимое и все готово вот 3 3 задачка 3 шаблончик это игра по карте ну такая уже вы можете использовать уже готовую карту вот она здесь такая вот эти метки это и есть этапы но опять-таки все пронумеровано все понятно какие этапы здесь есть задача ответить на вопросы собрать шифры даже есть импровизированный код вернее сейф которому нужно подобрать код из этих цифр которые мы соберем в итоге естественно вот эти вот метки мы можем двигать по карте мы можем вообще загрузить другую карту и другие метки сделать ну и естественно задание тоже можно поменять так как считаем нужно вот изнутри как выглядит опять-таки есть стартовая страница здесь более подробная описание проработка здесь такой более подробный квест тоже описывается миссия что нужно сделать какие-то по очень подробно описываться дальше сама карта идет ну и дальше начинаются вопросы каждой миссии каждого этапа тут их 5 достаточно такая длинная игра и опять-таки пугаться не стоит потому что здесь уже все хорошо продумано аккуратненько изменяем текст и меняем картинки если это нужно и сохраняем это для тех кто впервые работает сервисом создатели немножко облегчили работу чтобы не испугаться а вообще более продвинутые пользователи могут создавать игры подобные совершенно самостоятельно даже без шаблонов здесь есть возможность создать пустую презентацию и внутри нее самостоятельно по образцу вот взяв какой-нибудь образец себе за основу создать свое собственное детище со своими эксклюзивными переходами между слайдами со своими анимациями картинками текстами что-то оригинальное не похожее ни на кого такое здесь тоже возможно вот так что это очень хороший инструмент для творчества единственное что здесь конечно нет личного кабинета где вы можете там отслеживать сколько у вас игроков поиграла кто насколько вопросов ответил здесь квесты такие более развлекательные более такие динамичные для самой проверки скорее всего какие еще сервисы можно использовать для работы ну например сервис визор я тоже о нем уже рассказывала как-то это сервис для создания рабочих листов его тоже можно задействовать в плане создания квестов вот две ссылочки я сейчас отправила и сразу должна прокомментировать если вдруг вы их откроете чтобы вы не пугались итак если вы откроете какой-нибудь из этих ссылок то увидите вот такое вот поле дело в том что здесь викторины требуют обязательно регистрации то есть просто так не посмотреть но не пугайтесь здесь ничего сложного нет от нас потребует просто какой-нибудь имя фамилию то какую угодно не обязательно настоящую и любой пароль какой вы посчитаете нужно после этого нажимаем на кнопочку войти и после этого вы получаете доступ к этому квесту вы можете его просматривать отвечать на вопросы как вы понимаете это нужно для статистики сервис учительский ориентирован на учительскую аудиторию поэтому здесь очень подробная статистика по каждому участнику по каждому вопросу с графиками со всякими другими штучками в общем все для того чтобы точно проконтролировать чем хорош этот сервис здесь не нужна форма обратной связи ну то есть заранее не надо придумывать куда отправить что здесь сразу участники отвечают на вопросы и их ответы приходит к вам личный кабинет а вы уже можете самостоятельно их проверять давайте посмотрим как работает сервис визор он очень красочный он очень такой необычный для начала выбираем дизайн вот тут большое количество разных дизайнов посерьезнее повеселее ну мне понравится снежинками например придумываем название квесту а сразу внизу получаем список что можно внутрь этого квеста вставить давайте смотреть итак сюда можно добавить вопрос открытый с выбором ответа одного или нескольких вставь пропуски подпиши картинку эта игра на как она называется создай пару заполни таблицу рассортируй по категориям нарисуй дополнительно можем подписывать тексты загружать картинки видео добавлять по ссылке разные информационные ресурсы например можно встроить что-нибудь например видеоролик можно встроить либо презентацию какую-нибудь вот ну и здесь уже дополнительные опции уже не такие важные в общем тут получается около 10 в различных активностей которые можно добавить внутри этого рабочего листа более того вы можете встроить игру из какого-то другого вообще сервиса но из того же ленинепса например тоже с ключевым словом допустим сначала дать игру а потом дать вот такой вариант открытый вопрос спиши сюда ключевое слово которое ты получил в предыдущем этапе все очень просто и вы увидите ключевое слово и игру можете встроить то есть здесь фантазия тоже может поработать я покажу буквально несколько конструкторов сервис на английском но здесь в отличие от жене или может быть даже немножко более понятно потому что конструктор друг на друга очень похож и на ленинепс он похож на удобу чем-то так что много найдете альтернатив похожести давайте посмотрим это например с выбором multiple choice с выбором одного ответа из нескольких вариантов вписываем вопрос можем вопрос вообще голосом записать если хотим через микрофон ну стандартно вписываем дальше придумаем варианты ответов правильно отмечаем галочкой дополнительно к ответа можно добавить картинку все переходим к следующему вопросу опять нажимаем выбираем какую-нибудь другую викторинку и переходим к следующему этапу ну вот например заполни пропуски сюда мы вписываем задание сюда мы вписываем текст который нужно в который нужно вставить пропущенное слово вписываем уже с этим самым словом вот слова рифмы его выделяем просто мышкой и щелка но и щелкаем по кнопке бланк it это значит что теперь вместо этого слова будет пустое место точно также вы можете любое слово тоже выделить тоже щелкнуть и теперь вместо него будет пусто задача игроков ставить подходящий по смыслу слова далее это задание подпиши картинку загружаем любое изображение ставим на нем метки задача игроков подписать эти метки если вы хотите чтобы сервис автоматически проверил правильно неправильно можете сразу вписать правильные ответы напротив каждой метки это у нас игра соедини пару в качестве пар могут выступать слова а могут выступать картинки и даже аудио аудио грузим просто с компьютера со своего записываем задание а дальше собираем вот у нас тут представлена в двух частях первую часть и вторую часть напротив и так мы заполняем столько частей сколько нужно сервис все перемешает задача игроков будет правильно собрать эти самые пары ну а это тоже похожая игра на сортировку здесь наоборот вам нужно распределить героев допустим на несколько групп тоже заранее все вписываем две эти группы подписываем всех героев распределяем как надо но сервис потом на выходе все перемешает как видите конструкторы все очень друг на друга похожи и если особо сложно будет можно опять-таки google переводчик подключать из настроек каждому заданию можно назначить определенное количество баллов и участник тогда на выходе может сразу получить баллы сколько он их набрал у себя в личном кабинете вы тоже это увидите вот баллы не обязательно один вы можете в зависимости от сложности любое количество баллов назначить за любое задание столько сколько посчитаете нужно на выходе получаем вот такую ссылку как я вам в чат отправила с обязательной регистрации вот и тогда вы очень хорошо все проконтролируйте все увидите у себя в личном кабинете вот так что можно попробовать это интересно ну а мы давайте уже перейдем к более сложным формам долгосрочными веб-квестами займемся это у нас такие были простенькие задачи а вообще если мы вспомним определение которое я процитировала в самом начале нашего вебинара о том что веб-квест это какое-то проблемное задание решение которого требуется использовать информационные ресурсы в общем это что-то длительное долгое и требующие какого-то поиска вот поэтому и задание здесь будут не просто найди ответ на викторину а какие-то более сложные варианты ну например напиши какое-нибудь сочинение фан-фикшн по мотивам литературного произведения напиши продолжение сказки там придумай экранизацию произведения я не знаю плакат нарисую в конце концов ну что-нибудь такое творческое дальше это может быть компиляция из нескольких источников например создали он то времени либо там нарисую маршрут путешествия это может быть какой-то поиск и анализ информации например создай инфографику например там подбери данные какие-то ну вариации может быть множество такой более развлекательные вы можете придумать детективную составляющую например вам нужно найти убийцу там разыскать потерянные сокровища такая таинственная история ну и это может быть журналистское расследование например то есть исследуя разные факты узнай кто врет кто не врет там определить точную информацию там создание ее основе нечто напиши статью в конце концов что-нибудь вроде этого то есть здесь от участников требуется уже более такой плотные плотная работа с источниками здесь уже не развлечение а больше исследовательская деятельность ну вот пожалуйста из научной литературы я взяла вот структуру такого веб-квеста это не я придумала это уже готовый вариант и так у веб-квеста должно быть вступление где прописаны роли участников сурово все так но может например ты детектив который ведет расследование ты должен выяснить то-то и то-то можно во вступлении вкратце написать что это за квест для чего он вообще и зачем с какой целью дальше второй этап 2 2 составляющие это центральное задание то есть результат что на выходе должен сделать твоя конечная цель дальше список ресурсов которые тебе помогут в твоих поисках это могут быть ссылки на веб-ресурсы может быть на какие-то энциклопедии словари и справочники в общем все что нужно для выполнения задачи далее нужно прописать этапы чтобы участники сразу поняли из каких этапов будет состоять их путь что нужно сделать на каждом этапе далее если вас творческое задание то нужно руководство к этому творческому заданию то есть не просто создай презентацию создай презентацию из пяти слайдов на первом слайде нужно это на втором то на третьем вот это такой такого плана критерия оценки если вы планируете оценивать деятельность учеников то нужны критерии за что ставится какая оценка ну и заключение итоги где субируется какой-то опыт дается какая-то обратная связь тоже на ваше усмотрение естественно это все не жесткая схема какие-то вещи из этой структуры можно убрать если например вы планируете не планируете что участники у вас какие-то ресурсы будут использовать вы можете убрать этот вариант или критерий оценки убрать или может быть у вас не будет руководства но в общем тут уже каждый решает для себя давайте смотреть что здесь можно использовать но естественно здесь уже мы не обойдемся ленин и псом здесь уже нужны какие-то более масштабные решения но вот парочку решений таких из того что мне удалось найти давайте смотреть итак платформа блогер очень хорошо знакома тем которая работала с блогами знают что это такое вот можно на примере этой платформы я не обязательно говорю что только на блогере платформ много это может быть яндекс цен и ярус и может быть еще какие-то вы знаете платформы но в общем вот на примере блогера покажу что это можно сделать в блоге можно отдельный блок завести для квеста можно если у вас уже есть готовые там размещать задачи в чем хорошо в чем хорошесть этого сервиса здесь есть возможность по очереди открывать этапы квеста и публиковать допустим каждую неделю новый этап квеста чтобы участники не расслаблялись здесь есть функция отложенного постинга то есть вы заранее можете все четыре этапа разместить в сети и делать так чтобы они публиковались каждый понедельник там 10 утра такая есть хорошая штука ну и вообще платформа для блогинга она очень простая не требует особых дизайнерских навыков поэтому я обращаю внимание плюс допустим тот же блогер дает возможность совместной деятельности вот здесь например создателей квеста было несколько и а я так думаю что это совместная работа была здесь как раз вот пример того квеста где есть роли участников этапы есть отчеты каждой группы участников то есть здесь вот такой пример очень серьезно проработанного квеста который можно взять себе на вооружение как изнутри выглядит каждый пост в таком блоге он очень простой просто текстовый документ мы получаем в который можем ставить картинки видео можем по ссылке из ютуба добавить что-либо можем форматировать текст различным образом выделять в нем цитаты делать гиперссылки и тому подобные вещи делать вот здесь вот в разделе опубликовано выставляется отложенный постинг выбираем на календаре любую дату и сохраняем это все поэтому в данном случае все довольно несложно получается несмотря на такую большую и сложную структуру то же самое можно сделать на любой другой платформе для блогинга какой вы располагаете очень многие я знаю используют для создания квестов например google сайт чем хорош google сайт все тем же что и блогер тоже довольно прост у него очень простой дизайн у него есть уже готовые шаблоны ну вот примерчик таких шаблонов хорошо подходит учебный курс под квесты например можно его взять можно вообще взять любой шаблон и переделать его до неузнаваемости внутри но это мой сайт поэтому я его сканировала ну просто для примера здесь есть возможность добавлять страницы то есть у вас может быть каждый этап на отдельной страничке выбирать тему для оформления добавлять тексты картинки встраиваемые объекты какие-то объекты с google диска можем погрузить здесь есть даже макеты как мы можем оформить например картинки очень довольно симпатичные получается ну и плюс вот огромный список того что можно еще добавить карты документы таблицы формы обратной связи видео с ютуба и многое многое другое вот дополнительно можно пригласить с авторов через вот эту волшебную кнопку и вы можете совместными усилиями создавать квест давайте вам пример покажу чтобы было понятнее как это все действует пример квеста потом по следам капитана гранта может быть вы его видели ну я повторю за те кто не видел знакомьтесь пожалуйста итак в чем суть этого квеста здесь у нас несколько этапов нужно естественно пройти все эти этапы ответить на вопросы в качестве заданий здесь использован нам хорошо знакомый learning apps то есть сначала дается какая-то вводная информация которую можно использовать будет при работе с заданиями то есть там может быть какие-то подсказки зашифрованы а чтобы перейти к заданию нам нужно удалить в рынду нажимаем на эту картинку а эта картинка кипер ссылка она ведет на платформу learning apps где нужно выполнить задание вот ударь в рынду и начни расследование нужно разгадать ребус здесь зашифровано слово британия сразу сниму интригу вот она вот и после того как мы правильно ответили появляется обратная связь для перехода на первый этап квеста вот эта ссылочка она нас возвращает обратно на google сайт уже на второй этап здесь каждый этап скрыт то есть здесь они вы их не увидите здесь созданы с отдельной страницы но в меню их нет их можно найти только если правильно ответишь на задание возвращаемся обратно переходим к первому этапу и так этап за этапом мы решаем все задачи задача игроков решить задание и отправить через обратную связь ключевое слово вот они вот так вот списком отображаться и ведущий может сразу посмотреть кто из участников как ответил и какое ключевое слово подобрал кто правильно ответил тут молодец и вот таким образом от этапа к этапу мы двигаемся к концу квеста задание собрать правильно все ключевые слова здесь у нас этапы скрыты вот это квест где этапы открыты вы можете сразу все посмотреть час . я вам дам чтобы могли это проверить вот пожалуйста ссылка называется квест там на неведомых дорожках это для школьников квест 4 6 класса вот здесь у нас где написано добро пожаловать открывается список всех этапов я так понимаю что их можно в любом порядке выполнять опять-таки задача такая же нужно собрать ключевые слова не отправить их организатором в итоге для того чтобы они могли проверить правильность тут есть подсказки то есть карта квеста то есть тут все это тоже сделано с помощью google сайта тоже вот такой вариант вполне себе симпатично смотрится не только google можно использовать google сайт и вообще любые сайты любые сервисы для создания сайтов можно использовать вот например сервис тильда тоже я о нем как-то говорила вот пожалуйста ссылка на такой квест здесь тоже серьезный квест он создан для юноши для молодежи которые хотят получить навыки профессии дизайнера программиста smm менеджера и так далее здесь открыт только первый уровень по моему вот этот открыт под циферкой 1 который но даже полистав то что открыто мы убеждаемся что здесь тоже все работает то есть здесь задача выполнить какое-то задание дается ответить на несколько вопросов все это отправить организатором и когда они проверят твое задание они эти открывают выход на второй уровень вот таким образом можно устроить механику квестов то есть вариантов здесь на самом деле довольно много и чисто хорошо чем ну во первых она на русском языке это наш отечественный инструмент он выглядит довольно стильно ну по ссылке если перейдете посмотреть действительно красиво все оформляется работа с ним достаточно несложно здесь все работает по принципу блоков то есть мы можем взять шаблон внутри шаблона переделывать блоки а можем вообще начать с нуля вот список блоков который можно добавлять сюда здесь можно и тексты и галереи вот самые разнообразные из картинок устраивать выделять прямую речь цитаты делить на колонки есть возможность добавлять видео с ютуба например если вы впервые в этом сервисе вам дается на две недели полный доступ ко всему функционалу сервиса и вы можете еще встраивать разные встраиваемые объекты сюда ну например там лента времени карты может быть еще что то что посчитаете необходимо бесплатно можно создать 50 страниц ну или по 50 страниц квеста либо можно отдельные странички создавать как вы посчитаете нужно собственно на выходе получаете готовый продукт со ссылкой можно делиться в социальных сетях и и сделать с этим все что вы захотите я уже не буду про все остальные сервисы говорить им просто ссылки отправлю чтобы вы могли посмотреть вот эти 200 ссылки они созданы в сервисе викс тоже хорошо известный сервис для создания сайтов тоже можно посмотреть поинтересоваться как это все работает в принципе везде очень похож выполнить задание собрать какие-то артефакты слова буквы и отправить организатором на проверку ну и в заключении очень часто да вот про тильду еще могу показать тем что чем она хороша это настройками своими здесь можно настраивать каждую буковку буквально вы можете подключить анимацию выровнять высоту каждой буквы не знаю выбрать фильтры цвета прозрачность и тому подобное вот никакой другой сервис таких возможностей не даст поэтому можно этим пользоваться да а возвращаясь к моему незаконченному предложению итак иногда спрашивают у меня а если уже готовые такие вот заготовки такого квеста чтобы не создавать сайт самостоятельно а может быть есть уже готовые решения на самом деле есть эти готовые решения одно из них на русском языке поэтому я вперед поставила сервис называется бук виджет это очень хороший инструмент бельгийский для создания тоже большого количества интерактивных заданий это могут быть игры викторины что там еще игры с лентой времени много более 19 форматов всяких разных в том числе они дают возможность создать веб квест это по сути уже готовая страничка на сайте вот с вкладками вкладки уже тоже готовы наша задача просто заполнить каждую вкладку то есть тоже готовый шаблон просто который мы заполняем своим содержимым все на русском поэтому здесь очень просто и так вот они вкладки изначально их немножко больше вот они введение задача процесс оценка заключения это вот все по схеме как я вначале показывала то есть введение в квест задача миссия которую нужно выполнить этапы то есть процесс оценка критерий оценка ну и заключение обратная связь если нам что-то не нужно вот я например оценку убрала можно удалить этот этап эту вкладку можно еще добавить от себя какие-то вкладки вы можете добавить например вкладку дополнительные ресурсы загрузить разные ссылки полезные и тому подобные вещи ну давайте посмотрим задача каждую вкладку нужно заполнить например открываем вкладку введение и что мы здесь видим пустое поле куда можно добавить текст текст можно просто печатать фотографии можно мы можем сюда добавить любой объект по ссылке вот у меня например в квесте я просто не мудрство и лукаво вставила игры звене нэпс ну чтобы было побыстрее да на самом деле вы можете любые ссылки добавить на любые игры на любые задания какие посчитайте нужно далее можно табличку вставить кнопочка виджет позволяет добавлять задание из самого вот этого сервиса то есть вдруг вы с этим сервисом работаете и у вас что-то уже создано вы можете сюда добавить через эту кнопку ну а так вы в принципе можно обойтись любыми другими сторонними ресурсами в качестве ссылки можно и видео кстати добавить далее переходим в следующей вкладке так одно за другой мы заполняем здесь все очень просто и на выходе получаем уже готовый квест ссылочку я вам отправила в чат а сам буквиджет вот такая вот хорошая штука здесь можно создавать опросы виртуальные доски рабочие листы но вот квест есть учебные карточки флеш карточки ренту времени кроссворды разные кроссворды есть сопоставление можно пазлы собирать их достаточно много сразу такая ложка дегтя в эту бочку меда сервис отличный хороший русифицированный все в нем чудесно за исключением того что он бесплатную версию предлагает только на 30 дней то есть месяц это не значит что через месяц все исчезнет как золушкина туфелька нет на самом деле все сохранится и даже с этим можно будет работать и вы получаете доступ к статистике можете даже смотреть кто и как у вас там поотвечал сколько участников но вы не сможете больше квест редактировать и не сможете создавать новые вот ну а старым можно пользоваться вот я и пользуюсь у меня уже давно закончилась лицензия но все равно квест рабочий можно работать с ним можно играть так что вот такая вот история на самом деле он не такой уж прямо и дорогой подписка на год стоила всего полторы тысячи на 12 месяцев но к сожалению по понятным причинам сейчас платежи не проходят и поэтому даже если мы очень захотим платную версию мы ее получить не сможем вот единственный выход можно создать несколько аккаунтов но даже если вы что-то создали все равно продолжаем этим пользоваться ничего сложного в этом нет нет ну и второй сервис он похож только на английском примерно все то же самое тоже нам дают несколько вкладок уже готовых и наша задача их заполнить но тут понадобится google переводчик потому что вот уже это я уже перевела на русский язык все здесь в каждой вкладке есть еще подсказка подсказка на английском она очень хорошая но ее нужно перевести на русский вот поэтому подключаем сразу какой-нибудь переводчик и переводим вот пример такого квеста опять таки сразу ложка дегтя здесь бесплатно можно создать только один квест к сожалению но почему бы не воспользоваться возможностью и не попробовать итак тоже вкладки вступления задачи процесс да что у нас оценка выводы дополнительно вот еще страницу у учителя здесь есть может какие-то дополнительные сведения о себе сообщить ну в общем принцип такой же открываем вкладки и их заполняем только конструктор выглядит вот так здесь у нас большая развернутая подсказка да я ее перевела на русский чтобы было понятнее ну а здесь мы заполняем здесь пишем название допустим этой вкладке вместо слова процесс на английском пишем процесс на русском сюда вписываем текст и дополнительно внутрь текста можно ставить ссылки картинки таблички и видео вот таким образом так что внутрь этого квеста мы тоже можем вставлять любые задания из ленинепс например там из удоба из каких-то других сервисов и точно так же будет статистика в личном кабинете можно просмотреть кто из участников справился с квестом сколько было игроков и тому подобные вещи вот такие два сервиса тоже существуют ваша уже задача выбрать то что вам больше нравится и чем вам удобнее будет пользоваться надеюсь что информация все таки была вам полезной вот ссылочки обещанные это обучалки по каждому сервису часть я написала часть взяла уже готовые справочные подсказки так что можно пользоваться ссылки все активные если скачаете презентацию они все будут в вашей коллекции ну и тем кто до конца дослушал сегодняшний вебинар небольшой подарок так давайте я скопирую этот подарок и отправлю его вам в чат этой ссылки нет внутри презентации но это не потому что я такая хитрая а потому что я о ней вспомнила уже когда смонтировала саму презентацию решила уже ничего не менять итак вот пожалуйста это коллективная копилка библиотечных веб-квестов она создавалась правда довольно давно по моему 2015 году но идеи которые описаны там и многие ссылки до сих пор рабочие там 74 идеи для создания квестов так что вот пожалуйста дарю вам такую замечательную ссылку вот пользуйтесь на здоровье это такая дополнительная информация от меня на всякий случай вдруг тоже сгодится для работы как всегда вопросов я в чате не увидела но надеюсь что если они появятся вы знаете где меня найти как всегда блог группа канал телеграм как всегда приглашаю подключайтесь все самое интересное я собираю именно на этих трех площадках все спасибо вам большое за внимание за то что слушали вот да всегда делимся ссылками на конкурсе вот здорово уже даже есть конкурсы квестов это замечательно что они существуют да это хорошая штука делиться ссылками особенно если есть какая-то такая копилочка всегда под рукой который можно пользоваться для идей спасибо еще раз за внимание и приглашаю уже на следующий вебинар он через две недели как всегда состоится о уже вижу новое хорошо это отлично хочется что-то вытворять это тоже здорово как раз для этого я и работаю наверное для того чтобы хотелось что-то вытворять а вытворять мы будем с вами через две недели это будет вебинар посвященный одному единственному сервису он называется онлайн тестпэд я специально о нем ничего не говорила берегла интригу и вот 29 я ее открою это очень хороший инструмент для создания игр викторин, диалоговых тренажеров в общем для игрового контента он на русском языке и очень несложный в использовании так что приходите постараюсь рассказать вам еще кое-что интересное для вашей работы вот бесплатный конкурс спасибо за ссылку возможно участникам пригодится ну в общем давайте тогда прощаться хорошего вам вечера у нас так в Мурманске вообще сегодня плюс 20 так что это просто замечательная погода для Мурманска ну и всего вам доброго до новых встреч берегите себя как обычно и до 29 до 25 до 25